Здравствуйте! Вещание телеканала ЛРТ продолжает программа «Диалог с главой». Мы работаем в прямом эфире. Напоминаю номера телефонов нашей студии, по которым вы можете позвонить и задать вопрос главе городского округа Люберца Владимиру Петровичу Ружицкому. 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Сегодня глава городского округа Люберцы Владимир Петрович Ружицкий расскажет о том, как люберчане помогают жителям Донбасса, расскажет о том, какие меры поддержки получают компании для развития импортозамещения в округе и о том, как люберцы готовятся встретить День Победы. Владимир Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Начать наш разговор хотелось бы с самой обсуждаемой на сегодня темы. Я говорю о специальной военной операции на Украине и в частности о том, как жители округа, наши люберчане, помогают жителям Донбасса. В акциях участвуют совершенно разного возраста люди и о том, как это проходит, я предлагаю посмотреть в нашем сюжете. Хорошо, давайте. В 4-м лицее у Екатерины Буланкиной учатся двое детей. Узнав, что здесь проходит благотворительная акция в поддержку жителей Донбасса, коренная люберчанка принесла книги, констовары и продукты первой необходимости. У меня муж военный. Мы сейчас за ситуацией в Украине очень следим, переживаем. И хотели помочь, чтобы людям полегче переносилась вот эта ситуация. Ситуация на Донбассе не оставила равнодушными и самых маленьких жителей округа среди продуктов и средств личной гигиены, детские рисунки и письма. Это тоже немаловажная помощь, моральная. Я изобретела на нем надежду и любовь для детей Донбасса, у которых сейчас нет мирного неба, чтобы они были счастливыми. Акция «Доброе дело» – инициатива подмосковных школьников. Идею поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пункты сбора гуманитарной помощи открыли во всех общеобразовательных учреждениях. К благотворительному проекту присоединились учителя, волонтеры, школьники и их родители. Мы своих не бросаем, постараемся поддерживать, чем можем. Я понимаю, как сейчас сложно всем жителям, которые сейчас в Донбассе. И мне прям очень сильно хочется помочь. Я бы хотела пожелать, чтобы они никогда не сдавались и продолжали жить в радости. Для меня это проявление патриотизма. Я, как настоящий патриот своей страны, должен им помогать. Потому что они оказались в сложной ситуации, потому что они наши братья. Это стремление объединило жителей всего городского округа. Пункты сбора гуманитарной помощи работали в Люберецких школах в течение недели. За это время удалось собрать более 15 тонн ценного груза. Уже на следующий день после завершения акции его отправили к месту назначения. Владимир Петрович, расскажите, пожалуйста, какие акции были организованы у нас в округе? И куда обратиться жителю, если он хочет присоединиться к этому доброму делу? У вас хороший такой репортаж. Я могу сказать, что на протяжении этих многих лет мы так или иначе занимались разными видами помощи. Она была не столь системной. Но вот когда президент России Владимир Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР, мы буквально 22 февраля открыли пункт приема гуманитарной помощи. Это на базе офиса партии «Единая Россия». Это Кирово-22 в Люберцах. Я думаю, что многие об этом знают. Многие посетили этот офис, этот пункт приема. На мое удивление, мы особо даже не делали широкой рекламы ни в социальных сетях, ни в прессе. Как-то так вот сработало, наверное, сарафанное радио, и люди потекли. Значит, именно многие приходили, приносили продукты питания в виде каких-то консерв, тушенок, макарон, гречки. Все это было упаковано. Надо дать должное нашим людям, что они стремились принести продукты питания со сроком годности. И чтобы это все соответствовало, потому что понимают, что надо туда довезти. Я уже не говорю о том, о канцтоварах, значит, о книгах, о всякой бытовой, скажем, такой химии и так далее. Все это приносили. То, что понадобится, потребуется. Постельные принадлежности. Все это приносили. И суть в том, что была объявлена в области акция «Доброе дело». Именно мы подключили школьников. Кстати, очень много в этом плане приняло участие таможенная академия. Надо дать должное. Я благодарен именно и руководству таможенной академии, и студентам. Наш гагаринский техникум оказал такую очень посильную помощь. Но самое главное, вся организация, она была как бы у нас взята, скажем, именно в свое как-то управление. Это нашими волонтерами. Вот молодые ребята, они тоже у вас были показаны, которые, по сути, без выходных, порой до 9-10 вечера принимали гуманитарную помощь, складировали, упаковывали, потом отгружали. Так я скажу, что где-то буквально за неделю именно нашими школьниками, у нас 38 школ, было собрано не менее 18 тонн груза. А так мы, по сути, вот буквально с 22 февраля, ну, по сути, по 30 апреля, нам было собрано где-то более 65 тонн груза. И все это было отправлено. Отправлено мы частями отправляли в Донбасс. Все это отправлялось, там, соответствующим образом, распределялось. Поэтому, что касается люберчан, особенно наших школьников, такая была оказана конкретная помощь. И я могу сказать, я сам проживаю в Малаховке, ко мне домой пришло несколько человек, с которыми я там вижусь, может быть, раз в год. Подошли и спросили, вот хотят оказать помощь, куда можно принести, как это сделать, что можно принести. Ну, я, как мог, так рассказал. Да, эти люди именно дошли до Люберец, именно Киров-22. Значит, кто-то, я знаю, один из моих соседей там притащил, там, тушенки буквально сто банок, да, кто-то постельное белье притащил. То есть, суть в том, кто что может. Инициатива исходила из людей. Да, то есть, это же без команд, без каких-то призывов, лозунгов. Просто тихо, скромно были даны объявления. Где-то, повторяю, сработало сарафанное радио. И люди, вот, именно, исходя из своих каких-то внутренних ощущений, какого-то внутреннего посыла, вот, оказывают помощь. И до сих пор это продолжается. Но помощь оказывают не только жители, но и представители бизнеса, сообщества. Ну, я про это вообще-то и не говорю, потому что в этом плане эта помощь, она шла на протяжении вот этих последних лет. И сейчас она идет, самая разная. И суть в том, что мы порой, мы же работаем в контакте и в прямых отношениях с правительством области, с представителями Донбасса, у нас порой обращаются, есть некие вещи, которые надо. И мы тогда работаем с бизнес-обществом и эти вопросы решаем. Несмотря на то, что сами компании сейчас находятся не в самых легких, не в самой легкой ситуации. Ну, я вам скажу, это сейчас так. Но было и другое время, где было получше. Ну, что касается компании, это другая история. Я скажу, кто работает в бизнесе, там особых каких-то таких сладких времен никогда не было. Кто занимается бизнесом, тот меня понимает. Потому что бизнесмен, предприниматель, он всегда должен быть в стойке, потому что это есть конкуренция, это есть некие вызовы. Если мы возьмем последнее время, это санкции. И нужно искать, каким образом есть определенные перебои в обеспечении, в снабжении. Ну, это отдельная история, сложная, непростая. Но это, что касается бизнеса, если будут такие вопросы, я на них отвечу. Но наши бизнесмены, я оцениваю, достаточно очень прагматичные, очень гибкие, опытные в своей массе и решают вопрос. Но, с другой стороны, ведь санкции – это толчок к тому, чтобы наше отечественное производство росло. Ну, я скажу так, есть классика некая, да, любые санкции, либо какие-то вопросы, которые возникают, скажем, в экономике, то у одних это проблемы, а для других это некие возможности. Поэтому любые санкции, да, это некие проблемы, но это некие возможности. Потому что целый ряд товаров, услуг, комплектующих, которые мы получали, скажем, с европейских стран, с Америки, Япония, Южная Корея, да, сегодня есть проблемы в отношениях. И сегодня целый ряд я собирал несколько раз наших предпринимателей. Мы встречались и в Люберцах, и выезжали на предприятия, и вот одно из заседаний было у нас на «Текстиль профи». И суть в том, что когда начинаешь говорить с бизнесменами, а у нас в целом, чтобы было понятно, у нас где-то около 20 тысяч средних и малых предприятий, где-то порядка 13 тысяч – это ИП, а порядка 7 тысяч – это юридические лица. И понятно, что многих я знаю, лично знаю давно, у меня есть их телефоны, у них есть мои телефоны, мы обменяемся информацией, мнениями. И понятно, когда вот наступили вот эти времена, это был и март, и апрель, мы встречаемся до сих пор, говорим, и есть вопросы с точки зрения комплектации данных предприятий. Это все, кто так или иначе был замкнут на какую-то электронику, это чипы, микрочипы, это красители разного рода для текстильной промышленности, это целый ряд, допустим, комплектующих, включая пищевую промышленность, есть определенные ингредиенты, которые получали со стран Запада. И на сегодняшний день, коль такие ситуации возникли, а я, кстати, говорю с предпринимателями, где-то запас по комплектации, где-то всех по-разному, от трех месяцев до полугода. И понятно, что вот это есть некий интервал, промежуток времени, где надо найти других поставщиков. Земной шарик, он же большой, и земной шарик, на нем находится не только на земном шарике Европа с Америка, а есть целый ряд других стран, есть и Индия, есть Китай, есть Филиппины, есть другие. Поэтому суть в том, что сегодня задача предпринимателя найти эти варианты, найти эти возможности, найти замену. Да, это непросто, потому что это и финансирование, это и качество, это именно найти те комплектующие, которые не применялись, а если на них ходить другие, то это уже идет изменение конструкции или изменение каких-то внутренних комплектаций, которые влечут за собой изменение какой-то конструкции. Это другая совершенно история. Но для этого есть предприниматель, потому что я немножечко помню и Советский Союз. Я работал в годы советской власти и так далее. Кто постарше, те это знают. Поэтому все было очень заорганизовано и все опиралось только на внутреннее потребление и на внутреннюю комплектацию. И все шло через госзаказ. И это всегда было неповоротно и долго, и запредельно консервативно. То предприниматель не мог бы взять Европе, найду в Китае. Нет в Китае, доеду до Филиппин. Нет на Филиппинах, доеду до ЮАР, и, возможно, там это есть. Потому что сегодня есть интернет, есть каталоги, есть возможности. Поэтому я, говоря с предпринимателями, я нигде, вернее, среди предпринимателей, я не увидел какого-то отчаяния, безысходности, типа все нельзя, все закончилось. Нет. Уже рассуждают по комплектации, где можно взять, как взять, через третьи страны взять. То есть есть варианты. И эти варианты предприниматель найдет. Поэтому, повторяю, здесь кто-то даже в чем-то даже выиграет, потому что появятся, возможно, и посредники, которые будут искать эти варианты и будут комплектовать. Потому что сегодня бизнес, он выживает только тогда, когда он гибок. И я думаю, я не вижу проблем. Здесь нет безысходности. Здесь, да, придется где-то попотеть, поработать, и все решит. Владимир Петрович, у нас есть сюжет, который рассказывает о системе импортозамещения в Люберцах. Я предлагаю его посмотреть, потом продолжить разговор дальше. Давайте, хорошо. В прошлом году компания, производящая высокотехнологичное медицинское оборудование, побила собственный рекорд по объему выпущенной продукции. Из-за большого спроса на компьютерные томографы перестроили работу предприятия. Сотрудники трудились не по 8, а по 12 часов в сутки, чтобы обеспечить больницы техникой, необходимой для борьбы с COVID-19. В этом году темпы не снизились. Напротив, идут с опережением прошлогодних результатов. И это несмотря на беспрецедентные санкции. Мы основные свои усилия, усилия разработчиков направляем, конечно, на более глубокое импортозамещение. Делаем в этом направлении практически шаги. Ну и надеемся, что все больше и больше будет производиться здесь у нас, на территории Российской Федерации. Еще одно уникальное предприятие, которое работает в Люберцах, укрепляет свои позиции. Фабрика по производству кондитерских изделий из татарской гречихи не останавливает работу ни на день. В ближайших планах переориентация на другие рынки сбыта и развитие бизнеса на новых площадках. Были сложности, но мы их преодолели. В нашей компании работают снабженцы. Не спят ни днем, ни ночью, работают. Гордость городского округа Люберцы – научно-исследовательский институт имени Лорха. Благодаря трудам ученых-селекционеров за сто лет здесь выведено около сотни видов картофеля с повышенной урожайностью и высоким качеством. Исследовательский центр динамично развивается. Несколько новых сортов картофеля уже получили признание ведущих российских предприятий и высокую оценку потребителей. Мы работаем и над генетикой картофеля, изучаем для того, чтобы создать новые методы в области селекции, а также новые методы по семеновозу картофеля. Разрабатываем новые технологии возделывания картофеля. Перед нами стоят очень большие задачи, которые мы стараемся решить. Промышленная отрасль выходит на новый уровень. К импортозамещению подключаются все сферы бизнеса. Несмотря на санкционный режим, в округе продолжается реализация проектов и поступают новые предложения от инвесторов. Владимир Петрович, за последний месяц заключили в Люберцах ряд новых соглашений, инвестиционных контрактов. Это значит, что количество рабочих мест увеличилось. Расскажите, пожалуйста, на какую помощь могут рассчитывать отечественные производители, наши местные? Бизнес интересует доходы. А если, чтобы были доходы, то где-то желательно взять деньги, как говорят предприниматели, дешевые деньги, то есть кредитование должно быть, либо какие-то послабления в налогах. И мы с бизнес-обществом очень плотно работаем. У нас сегодня, я оцениваю, достаточно уровня работает торгово-промышленная палата. У нас очень грамотный, подобран Союз промышленников-предпринимателей. Его ослабляет Шатилов Сергей Николаевич. Суть в том, что эти люди, которые там собрались в Союзе промышленников-предпринимателей, это с опытом. Я бы сегодня сказал, что это акулы бизнеса. Это самые разные предприятия. Понятно, есть традиционные предприятия, это флагман. Я оцениваю, скажем, в космической отрасли, это завод «Звезда». Или это традиционные предприятия с историей, которые уходят где-то в 50-60-е годы. А есть новые предприятия типа ТНЗМ, где предприятие, оно, по сути, Синянский Михаил Васильевич предприниматель, где начал работать с подвала. И сегодня это суперсовременное предприятие по производству весов для аптеки или для весов, которые используются на дорогах, в портах, на железной дороге. И им не то равны. У него конкуренты были всегда немцы и китайцы. Но он обгонял немцев по цене, а китайцев по качеству. И он, по сути, сегодня в этом направлении почти монополист в России. То есть у нас это все есть. Поэтому, беседуя с предпринимателями, что надо. Поэтому, конечно, людей интересует, кстати, один из показателей, что происходит на территории, какой микроклимат, это создание рабочих мест. Вот за этот промежуток времени, за несколько месяцев, мы создали с нашим бизнес-сообществом порядка 289, это по статистике, мы эту цифру сами не рисуем. Это статистика, которая оценивает 289 рабочих мест. Мы двигаемся, я думаю, это будем на определенном уровне. Что касается поддержки. Вот есть союз промышленников, торговая промышленная палата. Это всевозможная юридическая помощь. Это сопровождение каких-то проектов. Это работа с правоохранительным блоком и помощь в этом плане. Ну, а кроме этого, понятно, что есть именно, скажем, такой начинающий бизнесмен, молодой бизнес, индивидуальные предприниматели. Это все, что связано с приобретением влизинг определенного оборудования. То мы за счет бюджета, там есть определенный перечень документов, он оформляется. И мы оказываем помощь, поддержку именно в погашении лизинговых платежей. Это все, что связано с налогооблажанием. Кстати, у нас в нашем, будем говорить, управлении, или в нашем, скажем, в нашем распоряжении налог на землю. И мы освобождаем, скажем, есть управляющие организации индустриальных парков. И мы, если там есть конкурсная процедура, и есть определенный подбор документов, предприниматели об этом знают. И кто-то проходит, мы освобождаем именно управляющую компанию индустриальных парков на 50% налога на землю. Это очень чувствительно. Еще есть предприятия, которые получают статус системообразующего предприятия. Мы такие предприятия тоже на конкурсной основе, они проходят определенную процедуру. Освобождаем от налога на землю на 30%. Это существенные деньги, это ощутимая поддержка. И предприниматели об этом знают. Поэтому у нас сегодня очень такой тесный контакт. Потому что даю себе отчет. Сегодня есть определенные, я уже об этом говорил, проблемы по комплектации, проблемы по обеспечению определенными, определенной номенклатуры, я уже говорил об этом, чипы, микрочипы, красители и так далее. И, скажем, сегодня у предпринимателя каждая копейка на счету. Потому что они сегодня должны найти других поставщиков. Это совершенно в других регионах, в других странах. Что-то самим. Вот показали сюжет предприятия, которое находится в индустриальном парке в Малаховке, по-моему, оно называет, не вы не показываете, лидер, который делает маммографы, кота и так далее. Они комплектуются за счет разного рода чипов, электроники. И, понятно, они это все получали, скажем, из Японии, из Южной Кореи. Но сегодня есть возможность эти все вопросы решать по-другому, получать из других стран, в том числе из Китая. И они эти вопросы отрабатывают. Понятно, это отрабатывается не в один день. На это требуется время. Потому что, повторяю, беседуя с предпринимателями, возможно, надо менять какие-то элементы в конструкции, чтобы построиться уже новые комплектации. Поэтому сегодня каждая копейка у предпринимателя на счету. Продукция в целом, кто работает на нашей территории, она востребована. И задача не потерять, будем говорить, ритм производства, который сложился, не потерять потребителей. А чтобы не потерять потребителей, должна быть продукция. Значит, надо продукцию выпускать. А комплектация продукции тоже непростой вопрос. Здесь такой круг замкнутый. Учитывая, что я сам в прошлом производственник, есть полное понимание. Я думаю, что мы сумеем удержать и промышленность, и экономику. Потому что для Люберец, для меня как глава администрации, как для администрации, очень важно сохранить бюджетные поступления. Мы их можем только сохранить, когда работают предприятия. Работают предприятия, платится заработная плата, платятся налоги. И смотришь, мы сумеем удержать уровень развития дорог, благоустройства, целях других социальных вопросов. Потому что в базе, в основе это экономика. И задача эту экономику удержать. Что мы, я думаю, сегодня делаем и сумеем сделать. Есть поддержка, есть желание, поэтому бизнес развивается. У нас, я так шутяк и говорю, и серьезно говорю, у нас выбора нет, вариантов нет. Надо в этой жизни устоять. Потому что, как бы кто ни говорил, на протяжении веков, если посмотреть на историю наших предков, то сегодня тысячелетняя история России. Время от времени были конфликты, были войны. Народ жил, где-то выживал, вставал на ноги. И благодаря тому, что сегодня у нас что-то есть, это благодаря нашим истокам, нашим предкам. Поэтому, да, сегодня еще есть некие испытания. Но будем считать, что мы их пройдем в честь. Каждый день шаг вперед. У нас есть телефонный звонок, Владимир Петрович. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Витя Самко, это ЖК Люберцы. Очень приятно слышать, видеть. И еще больше приятно поздравить всех люберчан, и слушателей, и зрителей. И вступающийся 9 мая, общий праздник. Надеемся увидеться на Бесмертном Попу. А Владимир Петрович, отдельная благодарность за наш видение того, что развивается у нас хорошо спорт. И на районе Люберцах вообще приятно видеть, что у нас в Люберцах есть. А вопрос мой немножко такой острый. И улица Барыкина и вертолетная в ЖК-самолет, известная из ЖК Люберцы, немножко не убирается. И в этом сезоне тоже. Надо какое-то волшебное усилие приложить. Владимир Петрович посодействует. Там, наверное, разворот Барыкина. Есть тенденция у тех, кто убирает, иногда мусор в овраг скидывает, а потом писать, что это, мол, Москва. Вот. Я знаю, что есть возможность, у нас правильные кнопки, и у нас все станет здесь опять чисто, красиво, как это должно быть в районе 9 мая. Это ЖК Люберцы самолет, так я понимаю? Да, 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 Владимир Петрович, самолет ЖК-самолет. Хорошо. Но это не управляющая компания, а вот общая. Не, я понимаю, но в чем вопрос? Спорт развивать? Уборка. Уборка. Уборка имеет в виду придорожные территории улицы Барыкина. А, понял, понял, понял. Там, где маршрутки стоят, все эти развороты, там просто у нас такая вот термонентная свалочка иногда бывает. Как-то грустно все это очень. Я согласен в этом плане, да. Ну, что могу сказать. Вы нам сигнализируете, мы стремимся как-то этот порядок удерживать. Понуждать дорожника, управляющую компанию. Порой на стыке есть непонимание между дорожниками и управляющей компанией. Ну, я думаю, что эти вопросы, они постоянные. Это все равно как уборка, я так скажу, в квартире ежедневно, так и в городе. Хозяйство большое. Мы обречены каждый день заниматься уборкой, сметом, дороги, тротуары, территория возле дома, вокруг дома. Тем более сейчас весна. Где-то после зимы в целом на территории, где-то мы навели порядок, убрали, будем говорить, вот этот мусор, бумаги, пакеты, бутылки. Но если где-то дальше глянуть, скажем, в другие места, то где-то и не все хорошо. Поэтому эти вопросы находятся в поле зрения. Я думаю, что в ближайшие дни, недели мы наведем порядок повсеместно. Поэтому спасибо за звонок. Вопрос такой есть. Этим надо заниматься. Ну, в ежедневном режиме. И без выходных. Потому что город, хозяйство большое. Этим, если не занимаешься день-два, все обрастает грязью и мусором. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Номера телефонов нашего эфира вы видите сейчас на своих экранах. Пожалуйста, звоните и задавайте вопрос главе городского округа Люберца Владимиру Петровичу Ружицкому. Владимир Петрович, традиционно уже десятый год подряд. В преддверии 9 мая в Подмосковье и, конечно, в Люберцах проходит акция «Лес Победы». Я предлагаю посмотреть сюжет о том, как он проходил в этом году. Спасибо. Посмотрю. Здесь с любовью посадил я деревца. Они напомнят мне деда и отца. Пусть все знают на планете голубой, где-то там вели незримый бой. «Лес Победы» – акция, объединяющая поколения. Десятый год подряд жители городского округа Люберцы высаживают деревья в честь подвига советского народа. Воспитанники детского сада «Журавушка» посадили декоративные цветы. Теперь эти розы и питони не только будут украшать двор дошкольного учреждения, но и напоминать о Великой Победе. Сначала берешь леечку, поливаешь землю, потом сажаешь, закапываешь, потом снова поливаешь. Юноармейцы, студенты, школьники, молодежь городского округа посадили Лес Победы в Центральном парке Люберец. Волонтеры тем временем раздавали главные символы Победы – георгиевские ленточки. Каждый из этих ребят понимает, для чего они сегодня здесь собрались. В каждой семье есть история и люди, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И для каждого это особый день. Для меня тоже. Главные участники патриотической акции – люди, подарившие мирное небо. Благодаря этим героями существует праздник 9 мая. Ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы 1945 года Иван Пшеничкин сажает Лес Победы каждый год. Дерево сажать – это мы жизнь продолжаем. Для нашего будущего. Это моя победа, эта победа наша. Поэтому я пожелаю вам всем, молодому поколению, не ощущать того, что мы ощутили в свое время. Заслуженному военному лётчику СССР Владимиру Ялину почти 99 лет. На фронте он уничтожал фашистов в Белоруссии, Прибалтике и Восточной Пруссии. Дошёл до Берлина. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны сажает деревья вместе с кадетами у памятника Трём Иванам. Мы сажаем каждый год ради кого? Ради тех, кто будет после нас жить. Ещё одной точкой проведения акции стал парк «Малаховское озеро». В день своей свадьбы молодожёны Владимир и Татьяна посадили здесь первое семейное дерево. Во имя мира, любви и в память о дедах и прадедах. Сегодня в честь нашей свадьбы мы решили посадить дерево, посадить новую жизнь. Надеемся, что дерево будет расти, как будет расти наша семья. Кроме молодожёнов, к акции присоединились и жители посёлка Надежда Артамкина-Малаховчанка в четвёртом поколении. Сажать деревья в её семье – добрая традиция. 60 лет назад мой дедушка сажал в этом парке деревья. Теперь сажаю я. Уже третий год патриотический проект проходит под эгидой международной инициативы «Сад памяти». 75 площадок, тысячи новых деревьев. Таковы результаты 10-й юбилейной акции «Лес Победы». Вот так по-семейному, с пользой можно провести выходной день в городском округе Люберцы. Тем более мы давали анонс, тем более эта акция у нас проходит осенью и весной. Поэтому мы приглашаем абсолютно всех. И в этот раз мы приглашали. Поэтому кто-то сажал возле дома сирень, кто-то берёзку, кто-то калину. Мы в этом году высадили порядка более 200 кедров, нам их в подарок дали. Поэтому в этой жизни ничего нет вечного. Поэтому какие-то деревья были посажены раньше, они приходят в негодность. В силу разных причин. Деревья тоже же болеют. Где-то мы меняем, подсаживаем. Поэтому у нас есть поле для того, для раздолья, что мы могли сажать новые деревья. Поэтому всем, кто в этом принял участие, огромное спасибо. У нас есть звонок. Давайте послушаем нашего телевизионного зрителя. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и говорите. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Надежда Семёновна Фаткулина. Улица Красногорская, дом 12. Ваш вопрос задавайте, пожалуйста. Так, у меня вопрос такой. Значит, у нас неожиданно начали для всех жителей устанавливать парковки, вырубать деревья, не показывая ни документов, ни планов утвержденных. Невозможно никого дождаться. Надежда, что начали устанавливать? Что начали устанавливать? Парковки. Они для машин, весь двор, деревья вырубили, делают парковки для согласования с жителями, на основании чего это происходит? Надежда Семёновна, давайте так договоримся. И что за беззаконие творится? Парковку. Надежда Семёновна, я вас услышал. Давайте договоримся. Вы оставьте свои телефоны. Я поручу коллегам, невзирая на то, что тут праздники, выходные, я дам поручение, чтобы завтра выехали, выяснили, с вами вошли в контакт, разобрались, что происходит. Это сделаю буквально вот сейчас, после этого эфира. Хорошо. Спасибо. Владимир Петрович, расскажите, пожалуйста, по благоустройству, что запланировано на этот год? Ну, я вам скажу, наверное, последних лет 7-8 мы ежегодно занимаемся благоустройством. Эту тему я оцениваю такую на плановую, постоянную основу поставил губернатор Андреевич Воробьев. И эта тема плановая. Мы ежегодно, в силу, ну, всё зависит от финансирования, но мы стремились до 10% ежегодно благоустраивать двору. Все из пандемии были некие, скажем, сбои в этом плане. Тем не менее, допустим, взять прошлый год, 21-й, мы 38 дворов обустроили. В этом году мы планируем обустроить 40 дворов. 40 дворов и к тому же еще поставим 8 детских спортивных площадок по губернаторской программе. Кроме этого, я оцениваю, что тоже эта идея принадлежит губернатору Андреевичу Воробьеву. Есть такое понятие, мы говорим, народные тропы. И что такое народная тропа? Понятно, что выходишь из магазина, надо пройти в аптеку, в магазин, либо в детский садик. Есть тротуар. Но зачастую люди, они же идут там, где удобнее. И выйдя, скажем, из подъезда или из дома, где-то прямиком, чтобы не по тротуару идти там под 90 градусов или как-то не очень удобно, они прямиком через какой-то сквер или через какой-то газон идут в аптеку, в школу или в другое место. Вот мы такие тропы определили. И вот в прошлом году мы обустроили, то есть проложили тротуары по уже нахоженным местам в Люберцах 25 таких народных троп. В этом году мы запланировали, они определены, таких 13 троп. В этом году мы обустроим порядка 40 дворов и порядка 13 таких народных троп. Ну, двор, уже все знают, что это такое, то есть мы к дому, это подъездная дорога, это тротуар, это детская спортивная площадка, это место для сбора мусора, это обязательно освещение. То есть мы, когда двор приводим в порядок, то он совершенно начинает играть другими красками. То есть все становится и удобнее, и красивее. Если нужна подсадка или посадка деревьев, мы их тоже высаживаем. То есть обустроим двор так, каким он должен быть по нынешним стандартам, подходам, по каким-то уже наработанным традициям, я бы сказал. Поэтому этот год станет не исключением, поэтому эту работу мы в этом году выполним. Ну, в канун 9 мая Люберцы буквально расцветают. И для наших ветеранов, и для участников Великой Отечественной войны делают много концертов, различных акций. Два года День Победы проходил в режиме ограничений. Это породило новые варианты поздравлений, которые тоже полюбились нашим ветеранам. Владимир Петрович, расскажите, пожалуйста, какие культурно-массовые мероприятия ожидают наших ветеранов и всех люберчан в этом году? Ну, праздничные дни, они и называются праздничными. Это все-таки и праздник, это веселье, это поздравления. И мы благодарны нашим ветеранам. На стате живых сегодня, таких живых героев, 74 человека. Это люди, которые именно воевали на фронте. Это люди, которые прошли фронт. У нас, конечно, есть и блокадники, у нас есть и оружейники тыла, значит, у нас есть дети войны, но это целая группа людей, которые соприкоснулись с войной. Но те, кто конкретно на фронте воевал, такие 74 человека. И мы стремимся именно к таким уже всем. 93-95, это люди возрастные. И понятно, что у них зачастую идет каждый день на счету. И я даю себе отчет. Если в том году у нас их было где-то около 200, сегодня уже 74. Скажем, днем, месяцами становится меньше. И поэтому мы стремимся уделить внимание, поздравить, поздороваться, как-то поговорить, обнять, спросить, какая нужна помощь. Ну, а 9 мая сам Бог велел как-то поздравить. И мы, у нас такая традиция была. И мы до пандемии эти все вопросы решали. Просто подходили к дому, у нас есть агитбригады. И мы старались наших ветеранов поздравить. Кто может, он на балкон, в окошко, кто в состоянии здоровья выходил на улицу. Это песни, это, если хотите, даже какие-то там пляски, танцы. Театрализованные, мини-театрализованные представления были. Да, это для того, чтобы создать праздничную атмосферу, поздравить ветерана, чтобы ветеран почувствовал вот это тепло, заботу. Понятно, им непросто вспоминать те лихие дни. Но они были молоды, они все это вспоминают. Это уже все в прошлом. Конечно, вспоминают однополчан, кто не дожил до сего еще дня. Поэтому вот в нас мы целый ряд наших ветеранов по нашим поселкам поздравим агитбригадами. Ну, а все, что касается уже самого Дня Победы, а там есть у нас целая программа, процедура. Мы планируем именно 9 мая, у нас, как правило, мы такое праздничное, торжественное поздравление. Это будет 9 мая у Вечного огня, где соберутся люди, наши жители. Мы поздравим. А дальше мы сформируем бессмертный полк. И бессмертный полк – это тоже традиции. И все желающие приходят с портретами своих близких, кто погиб, кто не дожил до сего еще дня. И мы пройдем от Вечного огня по улице Власова, по улице Кирова, до нашего центрального парка, где будет организован концерт, такая концертная программа, где будет организован целый ряд мероприятий. Это и спортивных, и такие массовые гуляния, будет работать торговля. Значит, будет, я думаю, будет создано праздничное настроение, праздничная атмосфера. Мы, кстати, в отличие от многих муниципалитетов, мы проводим шествие бессмертный полк не только в Люберцах, как в нашем историческом районном центре, а проводим во всех наших поселках. Поэтому бессмертные полки пройдут и в Малахевке, и в Томилино, и в Красково-Октябрьске. И суть в том, что это разбито будет по времени, все это висит у нас на сайтах, можно посмотреть нашу афишу. И все, кто желают, они могут принять участие и в Люберцах, и у себя в поселке. И там тоже будут организованы и концертные программы, и поздравительные мероприятия будут, и спортивные мероприятия по поселкам. То есть мы будем стараться создать праздничную атмосферу, уже не говоря о наших парках. Это Центральный парк, Наташинский парк, Парк Малаховское озеро, где просто будет, я думаю, интересно и весело, и будет такая праздничная атмосфера. Ну и мы планируем, это всероссийская акция, значит, минута молчания, в 19 часов мы к ней присоединимся. И не обязательно быть на площади, в парке, значит, дома, даже если ты на кухне, то смотришь 19 часов, можно привстать, вспомнить своих близких, кто не дожил, потому что я оцениваю, что нет семьи, где не было бы потерь в годы войны. В каждой семье есть свои герои, есть что вспомнить, вспомнить, сказать спасибо. Ну и мы планируем в 22 праздничный салют. И опять же праздничный салют, он прозвучит везде, в Люберцах и во всех наших поселках. Тамилина, Красково, Малаховка, Октябрьский. То есть 9 мая это реально праздник, где мы вспоминаем, я даю себе отчет, в первую очередь своих близких, потому что это нам близко. Потому что если ты не помнишь своих близких, как ты можешь помнить или рассказывать о большой стране? Все начинается с семьи, с себя, поэтому своих близких, друзей, родственников, кто не дожил себя еще дня, и дать и честь, и сказать слова благодарности всем, кто защитил нашу родину, и мы живем сегодня достаточно в непростые дни, но в целом в мирной стране, свою жизнь отдали за нашу родину, ни много ни мало, 27 миллионов. 27 миллионов звучит цифра такая, тоже в миллионах. Но за каждой этой цифрой есть конкретный человек, который погиб, не дожил, умер от ранений, от других каких-то лишений. Это конкретная судьба, конкретный человек, которого просто война забрала. – Владимир Петрович, у нас есть звонок от нашего зрителя, давайте послушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и говорите. Здравствуйте, вы в эфире. – Добрый вечер. – Мы вас слушаем. – Добрый, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Матвиенко. Хочу выразить безмерную благодарность всем причастным к великому празднику Победы. Хочу поблагодарить за мирное небо над головой. Как гражданин нашей Российской Федерации, служивший в роте почетного караула 154-го отдельного комендантского полка, который сейчас Преображенский, хочу сказать, что будем передавать это наследие из рук в руки нашему молодому поколению. Мы будем помнить об этом, чтить, и всегда будем благодарны нашим предкам за этот великий праздник. – Спасибо, Дмитрий. – Спасибо. – Спасибо вам. – Спасибо за ваше поздравление, Дмитрий. – Спасибо. – Владимир Петрович, наших ветеранов, как вы сказали, становится с каждым годом все меньше, и новому поколению, вот ребятам молодым, очень важно пообщаться с живыми героями о преемственности поколений, о таких живых уроках мужества наш в следующий сюжет. – Хорошо, давайте посмотрим. – Знаешь, Лесь, день рождения у дедушки всего один раз в году, но самый главный праздник для него – это День Победы. – Я так рада, что мы идем поздравить его. – Дома у фронтовика-либерчанина Ивана Пшеничкина 9 мая всегда собирается родня. Приезжают поздравить дочери, внуки, правнуки, праправнуки и шестилетняя прапрапраправнучка. Накануне Дня Победы за столом собралась только малая часть его семьи. – Дедушка, а что было самое страшное на войне? – Там все страшное, исключительно все, потому что все взрывается, пули летают. – Я был солдатом, водителем. Водил Катюшу. А Катюша – это машина, которую немцы очень боялись. Люберецкие школьники часто приглашают Ивана Федоровича на классные часы. Ребятам интересно узнать о войне от первого лица. А сегодня они сами пришли к нему в гости. – Рассветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. – Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Боевой путь фронтовика лежал через Сталинградскую и Ростовскую области. 44-й год. Украина. Форсирование Южного Буга. Впереди Белоруссия, Польша и Восточная Пруссия. Последний залп знаменитая боевая машина «Катюша», за рулем которой сидел Пшеничкин, дала под Кёнигсбергом за несколько недель до окончания войны. День Победы я встретил в Москве. Мы пригнали машины. Готовить эти машины должны пойти на Дальний Восток. Мы ночью проснулись, когда две огромные части, что вытворяли на плацу – шум, гам, стрельба. Из-за всех видов оружия начали стрелять. Война кончилась. Непосредственное общение с живыми свидетелями тех страшных дней помогает понять, что война – это не какой-то миф, а страшная реальность. Такими встречами школьники очень дорожат. День Победы для меня – это святое. Он добыт большой кровью, большими трудностями и большими-большими победами. Мирное небо над землей и над страной – это самое главное. С этого и начинается жизнь. Отрадно видеть, как Иван Федорович в свои годы собирает вокруг себя семью и как он в здравии находится. Я скажу, что Иван Федорович регулярно заходит в администрацию. Он очень активный. Это реально живая легенда. Он посещает школы, он рассказывает. Таких у нас в таком, я оценю, в хорошей форме. Не так много ветеранов. Дай Бог ему здоровья. На сегодняшний день можно сказать таким людям спасибо, низкий поклон, потому что они реально защитили, сделали то, что сделали, защитили, потом восстановили страну. И мы сегодня хотим, не хотим, как есть. Мы пользуемся именно благами благодаря таким мужикам, таким личностям, таким людям, которые с остальным стержнем, характером. Поэтому я думаю, что он и здоровый, и так, и бодр, потому что вот такое есть начало от природы, мощное. Поэтому и благо таким людям мы живы. Сильный человек. Это сильный человек. Владимир Петрович, я предлагаю сейчас обратиться к нашим ветеранам, к участникам войны и поздравить их с наступающим Днем Победы. Вы знаете, в эти дни мы говорим очень разные теплые слова наших ветеранов. Я уже об этом говорил. Каждый из нас вспоминает своих близких, кто не дожил до сегодняшнего дня. Мы общаемся. Мы все работали в коллективах трудовых, особенно кто постарше. Это традиции тогда закладывались. Мы взрослеем. Понятно, взрослеют наши ветераны. И так или иначе, жизнь так устроена, что люди уходят. И сегодня я хотел бы сказать нашим ветеранам, а у нас сегодня уже говорил, таких ветеранов осталось 74 человека. У нас есть сруженики тыла, дети войны, есть блокадники, есть узники фашистских лагерей. У нас целая группа наших жителей, которые так или иначе ощутили на себе вот этот дух войны, вот этот жерло, что ли, войны, которое так или иначе прошло по их судьбам. И понятно, что каждый ветеран, он вынес и несет по жизни потери близких товарищей, потом уход близких, уже после военные годы. Поэтому сегодня я хотел бы всем нашим ветеранам пожелать здоровья. Это самое главное. И что может быть главнее? Как говорят, мудрее здоровья много не бывает. Я хотел бы нашим ветеранам пожелать благополучия, такого семейного тепла, семейного взаимопонимания. Потому что я даю себе отчет, что если в семье все ладится, и есть полное понимание, есть комфорт, тогда все на уровне, и хочется жить, и радоваться жизни. Я скажу, что все, кто имеет сегодня отношение к власти, все, кто имеет отношение к структурам властным, либо к каким-то общественным, если не желаю, чтобы как можно больше внимания уделяли именно нашим ветеранам, нашим труженикам тыла, с наступающим Днем Победы. Я искренне желаю на сегодняшний день всем, кто проживает на просторах нашего Люберецкого края, я искренне желаю, чтобы все были здоровы и счастливы. Я искренне желаю, чтобы в эти непростые дни был мир. Я искренне желаю, чтобы ни одна семья не знала потерь, огорчений, страданий. Поэтому самое доброе пожелание и с наступающим Днем Победы, добра, здоровья, благополучия и мира нам всем. Владимир Петрович, спасибо вам за эти добрые слова, спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо. С праздником. От имени телеканала, от имени всех наших телезрителей я поздравляю ветеранов, участников войны, медиков, тружеников тыла с наступающим 9 мая. Радости вам, тепла, близких людей и, конечно, большого здоровья. Спасибо вам за эту великую победу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова